Сейчас у нас по времени, ребята, оставайтесь еще в третьей секции, пообщаемся, и здорово, что к нам подключились еще родители, вот, и тоже с ними пообщаемся. А сейчас я передаю микрофон Марине Семеновой, наш замечательный эксперт по образовательным программам Китая, руководитель по работе с партнерами. Марин огромный опыт имеет в организации обучения в Китае, очень много знает про китайское образование, и я думаю, что она сейчас кучу тайн для нас откроет, вот, и мы узнаем для себя много чего нового. Марин, передаю микрофон тебе. Да, всем добрый день, всех приятно видеть, очень интересная дискуссия у нас туда, я смотрю, подключилась. Ну, да, наша последняя секция посвящена, собственно, как раз-таки обучению в Китае, что из себя представляет образование в Китае, как подготовиться, да, к поступлению в Китай, ну, и какой вот путь проходит иностранные студенты, которые приезжают на учебу в Китай, поэтапно мы сейчас с вами все разберем. Ну, давайте я также включу сейчас презентацию, да, вы мне, пожалуйста, подскажите, все ли видно. Включилось? Да, Марин, супер. Видно, да? Ну, окей, давайте тогда пойдем, ну, также, да, нашу секцию поставим следующим образом, я сейчас немного вам расскажу об обучении и образовании в Китае, как к этому подготовиться, ну, и дальше, соответственно, конечно, с удовольствием отвечу на ваши вопросы, разберем ваши вопросы, и также, может быть, подключим наших студентов, выпускников, да, которые тоже немножечко поделятся, расскажутся, как они этот путь проходили. Ну, на самом деле сейчас у любого ученика школы просто колоссально огромное количество вариантов, куда же можно вступать, куда идти учиться, это остаться там в своем городе, да, поехать, например, в другой город, это если мы там в России, рассмотреть вообще за рубеж, это разные страны, несмотря на ситуацию, все-таки остаются варианты, куда можно поехать учиться за границу, да, и в США можно попасть, и в Канаду попасть, да, сложности, более сложно сделать, чем ранее, да, но все-таки возможно. Но сейчас, конечно, вектор идет на Азию, в частности, на Китай, и с каждым годом этот вектор все укрепляется, и мы видим, насколько специалисты со знанием китайского культуры, ментальности и самой специальности какой-либо специальности востребованы на рынке труда. Ну, об этом мы тоже сейчас поговорим. Так, все-таки, почему стоит смотреть в сторону Китая, чем Китай на сегодняшний день с точки зрения получения высшего образования примечательный, и какую пользу вы из этого можете излечь? Ну, наверное, когда перед семьей, перед вами, будущими клиентами, встает такой вопрос, куда я пойду учиться, всегда в голове возникает ряд вопросов, на которые вы хотите ответить, да, чтобы понять, какой путь мой, да, и куда двигаться. И на самом деле это, ну, мы вот собрали несколько таких вопросов, которые отвечает любая семья, когда принимает такое решение. Ну, первый вопрос, это, конечно же, про качество образования, да, это то, что первое приходит в голову, а какое качественное образование в той или иной стране, в тех или иных университетах. И здесь можно далеко не копаться, а посмотреть банально рейтинги, да, то есть существуют мировые рейтинги об образовании, качество образования, да, рейтинги, где присутствуют мировые университеты. И что мы можем наблюдать, да, возможно, вот здесь вот для вас сейчас как-то мир перевернется, возможно, вы не думали об этом. Но вот, например, по последним данным этого года, 2023 года, мы можем наблюдать, что, например, в рейтинг UQS на сегодняшний день в топ-500, ну, естественно, рейтинг больше университетов включает, да, но в топ-500 входит 28 университетов китайских университетов. Из них 13 университетов входит в наше объединение China Campus Network. Если посмотреть другой рейтинг, да, мировой, то вот он здесь, собственно, у нас на диаграмме представлен, вы можете увидеть, что, оказывается, Китай на сегодняшний день занимает третье место в мире по количеству вузов, входящих в этот рейтинг, да, то есть 84 университета входят в мировые рейтинги. Причем ежегодно количество университетов в этом рейтинге, оно увеличивается, и сами университеты, они поднимаются в своем рейтинге, да, то есть, например, есть университеты китайские, да, такие как Цинхуа, тот же самый, да, это на сегодняшний день в различных рейтингах, это топ-15 университетов мира. Вот, ну, собственно, как раз эти рейтинги и показывают, да, насколько популярны и насколько качественны образования в той или иной стране, ну, и если углубиться, вы там уже раздельно можете посмотреть, какой из университетов, какую строчку на мировой арене занимает, да. И я думаю, что это действительно самый такой простой яркий показатель, насколько сейчас востребовано китайское образование, можно его сравнить там с другими странами, да, и видеть, почему же иностранные студенты тысячами едут и получают высшее образование в Китае. Конечно, безусловно, такая ситуация невозможна была без поддержки государства. Кстати, университеты, которые входят в консорциум China Campus Network, это все государственные университеты. Ну, если посмотреть в историю, буквально там, ну, 30-40 лет назад такой картинки не было, и если обратиться к рейтингам тех времен, то, наверное, мы не увидим ни одного вообще университета китайского в этих рейтингах. Так что же произошло? Конечно же, стала меняться китайская экономика. Сейчас мы видим, да, экономика номер один, два в мире. Безусловно, таких результатов ни одна страна мира не может достичь без качественного образования, да, без тех людей, которые делают, собственно, эту экономику. И, конечно же, когда началась трансформация экономики, государство также стало менять и высшее образование в Китае, да. Да, были созданы два проекта, два ключевых проекта. Кстати, когда вот студенты, будущие абитуриенты выбирают университеты, да, куда же поступить, и говорят, а хороший этот университет в Китае или там не очень, всегда можно легко определить, посмотрев на историю университетов и увидев там две цифры. Что это за две такие магические цифры? Это два проекта, которые были созданы государством в поддержку высшего образования в Китае и университетов китайских. Первый проект – это 211 проект. Он был направлен на то, что было выделено порядка 100 университетов из всех университетов Китая, которые стали готовить элитных специалистов для всех секторов экономики, да, то есть и второй проект – это 985 проект. Это как раз-таки была выделена десятка университетов, задача которого была как раз-таки войти в эти международные рейтинги и стать известными на мировой арене. Ну, собственно, картинку, во что это превратилось сейчас, мы с вами увидели, что это далеко не 10 уже теперь университетов, да, а 84 университета. Конечно, это невозможно было без поддержки государства и правительства, то есть что стало происходить? Государство стало вливать огромнейшие просто средства в университеты, стали улучшать материально-техническую базу, стали приглашать преподавателей, опять-таки, там, с европейского рынка, да, образования, с американского, китайских преподавателей отправлять туда на учебу, чтобы они перенимали самые лучшие методики преподавания в высшем образовании по той или иной специальности. Ну и, собственно, таким образом стало высшее образование двигаться на мировой арене. И на сегодняшний день, что из себя представляет китайский университет, это не просто университет, да, куда мы приходим учиться, это, на самом деле, большая инфраструктура, и в том числе это связь университетов и госструктур, коммерческих структур, поскольку в университетах открыто огромное количество различных лабораторий, да, проектов, то есть, может быть, какой-то проект, например, с корпорацией по созданию чего-либо, вот в университете это создается, и тут же создается совместная там компания по выпуску того, что они там создали, да, там, услуги или какого-то там физического продукта какого-то, да, то есть, например, в Пекинском университете, в Пекинском транспортном университете был создан тот самый скоростной поезд, который загоняется больше 400 километров в час, сейчас там стоит, естественно, симулятор этого поезда, и все студенты, кто учится на соответствующих факультетах, проходят там практику, стажировки и так далее, прямо на оригинальном таком симуляторе. Таким образом, то есть, китайский университет, это не только про теорию, но это и про практику через как раз-таки вот такие совместные лаборатории, проекты и так далее, которые реализуют университет как с государством, так и с коммерческими структурами. Ну и, собственно, на сегодняшний день, что из себя представляет Китай? Это Китай, конечно, уже далеко не копирующая страна, да, то есть вот мы, особенно старшее поколение, мы прекрасно видели, как Китай круто научился что-то копировать у кого-то, но на сегодняшний день это далеко уже не так. Китай – это страна инноваций и возможностей, и это можно увидеть через, например, ежегодно, то есть несколько лет подряд Китай занимает там первое место по количеству патентов, зарегистрированных во всем мире. Это как раз-таки говорит, что на сегодняшний день разработки во многих отраслях экономики идет из Китая, да, и, собственно, вот за этими инновациями, этими разработками тысяч иностранных студентов как раз-таки едут учиться в Китай, чтобы и в самих университетах к этому уже быть причастным, да, и, как уже вот ребята говорили, и Ася, на последних курсах находить стажировки в таких компаниях, да, и быть вот настрее вот этих инноваций и возможностей. Еще один вопрос, который, конечно же, безусловно, волнует, как родителей, ну и думаю, что сейчас уже выпускники у школы очень осознанные, да, у нас и в том числе самих у ребят, а насколько страна безопасна, насколько мой ребенок будет безопасен в этой стране, и насколько я как студент комфортно себя буду чувствовать. Ну, опять-таки, если обратиться к различным рейтингам, да, то есть можно увидеть, что Китай занимает достаточно высокую позицию по безопасности как страна, да, а в России даже, к сожалению, в сотни не входит. Вот, да, действительно, в Китае достаточно безопасно, то есть можно спокойно и в позднее время ходить по улицам и чувствовать себя безопасно. Китайцы очень добродушно относятся к иностранным студентам, всегда тебе готовы прийти на помощь, да, там, условно, если ты еще пока приехал, не знаешь китайского, я тут встретил китайца, который по-английски даже не разговаривает, но всегда хоть на пальцах тебе помогут, да. Но при этом не забываем, что и себя подобающе нужно вести, да, все-таки вы представляете лицо той или иной страны. Ну, опять-таки, вот о дружелюбности и насколько китайцы дружелюбно относятся к иностранцам, наверное, еще свидетельствует о том, что в Китае есть такое понятие, как потерять лицо, да, что это означает, что в глаза другого человека ты не можешь, ну, вот китайец не может выглядеть плохо, да, то есть себя показать с плохой стороны, тем более в глазах иностранца, да, то есть потому что, ну, я как китаец представляю там свою страну на мировой арене. Ну, собственно, даже вот по этой причине всегда-всегда доброжелательное отношение к иностранцам, и студенты действительно себя достаточно комфортно чувствуют и в полной безопасности. Еще один из немаловажных вопросов, наверное, один из тех вопросов, который, там, вот у меня здесь стоит под цифрой 5, но на самом деле, возможно, это второй вопрос, который задается семьями, когда они приходят к нам на консультацию, это, ну, хорошо, приедем мы учиться в Китай, а что потом, что потом с моим дипломом, а вообще он кем-то признается, эти китайские дипломы, да, по окончанию университета вы получаете диплом государственного образца, напоминаю, в возрасте государственное, который, в отличие от российских, признается в 55 странах и регионах мира, да, то есть это Канада, европейские страны, Австралия, Новой Зеландии, естественно, Россия, у нас в России отдельное соглашение о взаимном признании дипломов и научных степеней, да, то есть, пожалуйста, закончив бакалавриат в Китае, да, можно вот учиться в магистратуре, да, вот как Александр, по-моему, сейчас как раз учится в нашей магистратуре, вот. Да, здесь уже никаких ограничений, собственно, у вас нет, и вот такой международный диплом, он, конечно же, поможет вам при дальнейшем трудоустройстве не только в рамках Китая, да, но и по всему миру. Еще один из насущных вопросов, который всегда волнует любую семью, это где я буду жить, что я буду кушать, вот. Конечно, все иностранные студенты, приезжающие на учебу в Китай, в своей массе они проживают на территории кампусов, это огромнейшая территория, в несколько тысяч гектаров учебные корпуса, библиотеки, парки, озера, ну, вот полностью все, магазинчики, вот полностью вся инфраструктура, которая необходима для жизнедеятельности, она есть на территории кампусов. В своей массе ребята питаются в студенческих столовых, что делать достаточно бюджетно, бюджетно, вот, если уж соскучились по своей родной еде, да, вы также можете все это приготовить, потому что в общежитиях есть, естественно, кухня на этажах, да, то есть можно, в принципе, самим также приготовить какую-то привычную для вас еду, да, и, ну, собственно, приобрести нашу российскую еду, там, не знаю, гречку, да, типа такого, вы также можете, ребята приобретают это на Табау, ну, да, где-то, может быть, это будет чуть подороже, да, нежели там по соотношению российских цен, да, но все-таки это реально, и есть в том числе вот такие продукты там в Китае. Ну, и последний вопрос, который задается семья, а во сколько мне это выльется, да, насколько это вообще подняемно с финансовой точки зрения, да, ну, один из главных, наверное, таких вопросов, но если здесь сравнивать, то мы увидим, что на самом деле, если говорить о платной основе обучения в китайских университетах, то мы можем обнаружить, что это достаточно такая недорогая, и я бы сказала, по сравнению с другими странами, да, бюджетная история. Средняя стоимость обучения на платной основе в университетах колеблется в среднем от 18 до 35 тысяч юаней в год, да, ну, то есть это, грубо говоря, где-то 200, там, 220-230 тысяч рублей до 400 тысяч рублей в год. Но это на самом деле сопоставимо с нашим российским образованием, да, это либо таких по российским меркам хорошие региональные вузы, да, либо даже среднечковые московские питерские вузы даже не дотягивают до максимальных ценников наших лучших университетов, где стоимость доходит 600-700 тысяч рублей в год. Ну, что же говорить в сравнении там с обучением в США, да, где, собственно, обучение там обходится минимум, там, от полутора-двух миллионов в год той же самой Англии и каких-то других европейских стран, там, той же самой Канаде. Но, да, учиться на платной основе в Китае достаточно бюджетно, но все-таки не за этим иностранные студенты у нас едут на учебу в Китай, а это в первую очередь, конечно, возможность вообще учиться на полном бюджете, поскольку Китай – это та страна, которая выделяет гранты для иностранных студентов, и если ты учишься хорошо, ты можешь учиться вообще, в принципе, на бюджетной основе. Ну, более детально про получение грантов мы в дальнейшем тоже с вами проговорим. Но я хотела бы еще остановиться на одном пункте, да, ну, собственно, вот в предыдущей сессии мы это с вами и затрагили, это, собственно, рынок труда. И как он меняется, и как он менялся вообще на протяжении последних лет, да, ведь все-таки получение высшего образования – это наша неконечная цель, а цель – быть востребованным на рынке труда, быть тем самым уникальным специалистом, которого работодатели хотят, да. И вот как раз-таки ресурсы по поиску работы, да, у нас большие ресурсы – это Headhunter в России, Superjob проводили исследования, да, и было выявлено, что вот в 21-м году, 22-м году, да, был резкий скачок и потребность в персонале, то есть потребность сотрудников, которые знают китайский язык, культуру, ментальность и плюс, конечно же, специализация. Да, какие специалисты были востребованы, это, конечно же, всегда они, наверное, будут востребованы, это специалисты в области логистики, перевозки, ВЭД, да, все, что связано с товародвижением, это безусловно, да, потому что это не только, кстати, в России, это по всему миру, потому что вы прекрасно понимаете, что сейчас многие-многие компании со всего мира имеют производство именно в Китае, и, конечно, вот это движение, оно есть всегда и будет всегда. Это, конечно же, специалисты в области IT, искусственного интеллекта, да, о котором Алия говорила, собственно, сейчас тоже очень сильно востребованы. Все, что связано непосредственно с электроникой, тем более сейчас идет, вот если по отношению к России, идет замещение, да, и сейчас мы видим, как товары, произведенные в Китае, замещают весь наш российский рынок. Это, безусловно, для тех, кто, если вы гуманитарие, да, и вы не про бизнесы, и не про технологии высокие, и вы себя видите в гуманитарных науках, в частности, возможно, в преподавании, это, конечно же, безусловно, безумно дикий дефицит преподавателя китайского языка, то есть тех, кто получил образование в Китае, да, имеют классный язык, не только как язык, но имеют опыт обучения, могут своим ученикам рассказать, каково это, обучаться в Китае, поделиться своим опытом. И действительно сейчас педагоги китайского языка очень востребованы на рынке труда, их, честно скажу, очень не хватает, мы это чувствуем и по себе, так как у нас есть отдельно большая онлайн-языковая школа китайского языка под брендом Rocket Tunis, где работает большое количество преподавателей, да, и мы постоянно приглашаем, обучаем преподавателей. Ну и можно, в принципе, даже вот банально, да, если мы говорим о рынке труда и зарплате, которое получают педагоги, можно обнаружить, что, например, педагог преподаватель китайского языка, ставка его в полтора, в два, иногда даже больше, выше, чем ставка того же преподавателя английского языка, да. Ну это все образуется в связи с тем, что дефицит на рынке труда, не только по России, но и по всему миру. Так за какими востребованными специальностями сейчас тысячи иностранных студентов едут на учебу в Китай? Кстати, когда мы опять-таки выбираем вот этот путь, куда идти учиться, в том числе тоже надо обращать внимание на этот вопрос. Почему? Потому что на самом деле каждая страна, она по-своему, каждая страна, она сильна в чем-то, да. То есть если, например, говорить, ну не знаю, я хочу работать там в гостиничном бизнесе, ну, наверное, это не про Китай все-таки на сегодняшний день, наверное, это все-таки про Швейцарию, которая исконно является там лидером в этой области. Так за какими специальностями на сегодняшний день иностранные студенты едут в Китай? Какие специальности являются сейчас популярными для получения высшего образования? И самое главное, какие востребованы в дальнейшем специалисты на рынке труда? Если вы рассматриваете какие-то бизнесовые специальности, это, безусловно, маркетинг, digital маркетинг, да, поскольку у нас сейчас все, наша вся жизнь в онлайне происходит. Сюда же можно отнести электронная коммерция, да, построение бизнеса и онлайн, вот эти торговые площадки различные, да, маркетплейсы и так далее. Безусловно, международная экономика и торговля, сюда же логистика, да, это то же самое движение товаров и услуг, да, между странами. Если про IT, говорить про техническое направление, это, безусловно, IT-специалисты, туда же относятся искусственный интеллект, который, да, сейчас очень сильно развивается, там, про умный дом и так далее. Это биохимия, биотехнология, биоинженерия, да, то есть, вот, например, один из наших любимых университетов, Тензиньский университет в химическом инжиниринге, там, занимает топ-5 по миру, да, в этой области. Если же это гуманитарное направление, это, конечно же, безусловно, опять-таки, преподавание китайского как иностранного языка, это переводческое, собственно, дело, да, кто там любит писать журналистика, пользуется популярностью. Ну, вот это такой небольшой пул специальностей, за которым действительно едут иностранные студенты в разные университеты, да, и поступают к нам. Ну, вот, для примера, одна из таких востребованных специальностей на сегодняшний день – софт-инжиниринг, да, разработка программного обеспечения, ну, айтишники у нас, наверное, будут вечно всегда теперь нужны, да, без IT-технологий мы мир теперь не мыслим. Да, действительно, на этом рынке труда ребята классно зарабатывают. Например, эту специальность можно получить в одном из университетов китайских, которые также ходят по консорциям, это в Сианисе, Даньский университет, Сианиский университет электронных наук и технологий. Это топ-500 по миру, этот университет топ-30 в мире по электронным наукам, да, и в этом университете можно учиться не только на платной, но, что самое интересное, на грантовой основе, получив максимальные виды грантов. Либо Харбинский университет технологий, да, это топ-9, 9 лучших университетов Китая, элиты китайских университетов, Легаси-9 так называемые. Он также является в области IT, искусственного интеллекта, робототехники, сильнейшим не только по Китаю, но и в мире, если это область. Вот область электронной коммерции, да, как я уже сказала, сейчас у нас весь бизнес куда ушел? Это в онлайн, да, и, по-моему, вообще любой бизнес сейчас без онлайна немыслим. И как правильно работать в онлайне, как это лучше делать, это действительно… Вот этой специальности реально стоит учиться в Китае, потому что на рынке, на мировом рынке это два игрока – Америка и Китай, да, причем они вот очень сильно конкурируют, кто кого. И вот область и коммерсов, Китай мега развита. И, кстати, вот эту специальность в России практически невозможно получить. Это только сейчас вот идут зачатки, да, и в других странах мира это тоже не везде ты можешь эту специальность получить. В Китае это очень сильно развито. И вот один из наших университетов также, да, находящийся в Нанкине, Software University, тоже топ-500 по миру. Также можно получить грант на обучение в этом университете, да, по действительно востребованной специальности на сегодняшний день. Еще одна из любимых специальностей наших гуманитариев, да, это современная специальность, вот, относящаяся также к журналистике, да, это интернет и нью-медиа. Понятно, что сейчас мир журналистики из бумажного перешел в онлайн, и, как правило, работать, опять-таки, в аудитории с онлайном, какие средства использовать, да, это все про вот эту новую специальность. Например, любят ее выбирать, опять-таки, в одном из топовых университетов Китая, элита китайских университетов, Сианский транспортный университет. Это Лига Си-9, 9 лучших университетов Китая, топ-500 по миру. И также по этой специальности можно получить максимальный вид гранта в этом университете – это обучение, проживание и стипендии, если, конечно, вы хорошо обучаетесь. Ну, вот, собственно, в таких университетах и за такими специальностями и вот едут сейчас иностранные студенты из разных абсолютно стран мира получать высшее образование в Китае. Так, как попасть в Китай? Как к этому подготовиться? Ну, на самом деле, когда мы начинали там 8-9 лет назад, это направление было очень молодым, и когда там говорили, говорили, а почему вы не поехать и не посмотреть в сторону Китая, говорили, что Китай, вы вообще о чём? Ну, и, собственно, на этот шаг решались вот такие ребята, только вот, ну, почти в 11 классе фактически, да, когда об этом узнавали, задумались и говорили, да, действительно, это так. Смельчаки, я их так назову в те времена. Ну, на самом деле, рынок меняется, меняется отношение к образованию в Китае, ситуация вообще в мире меняется, да, вот эти отношения с Китаем улучшаются с каждым годом. И вот осознанность того, что надо смотреть в сторону китайского образования и готовиться к этому заранее, всем их приходит гораздо раньше, да, не в 10-м и не в 11-м, на самом деле, классе, когда там уже ребята, там, дети учатся ещё там где-то в 6-м, 7-м классе, в 8-м, так как можно заранее начать к этому готовиться? Если вы или ваш ребёнок обучается, там, например, в 7-м классе и младше, это, безусловно, начать учить потихонечку китайский язык, показывать ребёнку Китай, почему Китай, влюблять в китайский язык, да, и показывать, насколько он интересен, да, и какие перспективы ждут. Это отличная возможность начать учить китайский язык и к концу окончания школы, в принципе, достаточно неплохо уже на нём разговаривать. Здесь вот главное правильно подобрать либо языковую школу, либо преподавателя. Ну, и здесь, соответственно, мы тоже можем вам помочь. Вы можете прийти в нашу онлайн-языковую школу «Рокетчиниз», где можно обучаться китайскому языку по коммуникативной методике с преподавателями, нашими преподавателями, с носителями языка, безусловно, как в индивидуальном, так и в групповом формате, да, то есть потихонечку-потихонечку в это погружаясь. Если вы уже в восьмом-девятом классе, то на сегодняшний день у вас есть уникальная возможность попасть в специализированные профильные классы, которые на сегодняшний день открыты в городе Москве и в городе Санкт-Петербурге, в этих двух городах. Ну, я думаю, что в скором времени и в каких-то других городах они тоже появятся, такие спецклассы, это классы предвузовской подготовки, куда ребята поступают в 10-й класс, пройдя отбор, то есть эта программа рассчитана на 10-й, 11-й класс. Классы предвузовской подготовки идут в общеобразовательных школах. В Москве это школа 1501, в Санкт-Петербурге это гимназия 67-я. Это такие вот специализированные классы, где помимо общеобразовательных, естественно, предметов, ребята углубленно изучают китайский язык по 13 часов в неделю, то есть каждый день по 2-3 урока в день китайского языка. На самом деле программа рассчитана на то, что можно прийти в 10-й класс с нулевым знанием китайского языка, и на выходе в 11-м классе все ребята сдают как минимум 4-й уровень чизкея. А если вот вы уже были помладше, поучились в нашей языковой школе, потом пришли в профильный класс, попали в продвинутую уже, так скажем, группу, то такие ребята у нас выходят на 5-й и на 6-й чизкея. Обязательно участвуют в олимпиадах по китайскому языку, как всероссийской школьной олимпиады, так вот олимпиады наших российских университетов, различных, московских, питерских, участвуют в международном конкурсе китайский мост. И в этом классе, в принципе, собираются ребята, которым откликается Азия, культура, китайский язык, они влюблены в китайский язык, и таким образом они всем классом вместе готовятся к поступлению в топовые университеты Китая, все едут в дальнейшем на учебу. Вот в Москве у нас уже было сколько, три выпуска таких ребят, сейчас они все уже обучаются в университетах по разным специальностям, по гранту. Этот класс мы еще называем 15-й китайском, да, потому что, да, действительно, за такой достаточно короткий срок, совмещая учебу по общепрозывательным предметам, ты достаточно серьезно учишь китайский язык и показываешь, собственно, результат. Кстати, если вы не из Москвы и не из Питера, тоже приглашаем в этих классах, поскольку, честно скажу, 20-30% в этих классах это ребята, которые приехали из разных регионов России, чтобы обучаться там в этом классе. Ну, а если вы уже сейчас в 10-11 классе, то, конечно, самое время это начать процедуру зачисления в университет, да, поскольку на самом деле все, что касается зарубежного образования, оно начинается на зачисление за полтора, за два года. То есть, например, на сегодняшний день уже заканчивается, так скажем, в стадию завершения входит процедура завершения приема документов для обучения в Китае на сентябрь 24-го года и полным ходом уже открыта приемная комиссия на сентябрь 25-го года. Так как строится путь любого иностранного студента, который приезжает на учебу в Китай? В своей массе иностранные студенты, приезжающие на учебу в Китай, они, конечно, либо совсем не знают китайского языка, если вот вы сейчас в 11-м классе и не задумывались, сейчас приняли решение, что вам надо ехать учиться в Китай, либо все-таки кто-то успел уже подготовиться, то есть, ну, это базовый, так скажем, уровень, например, там, первого, второго, третьего, то все иностранные студенты, они проходят, приезжая в Китай, изначально проходят программу предвузовской подготовки, программу фундейшена, которая делится по трем направлениям. Это гуманитарная, бизнес и научно-инженерная, в зависимости от вашей будущей специальности. На данной программе предвузовской подготовки, да, то есть, если вы идете на гуманитарное направление, на какие специальности в дальнейшем можете поступать, да, это опять-таки переводческая деятельность, преподавание китайского, как иностранного, журналистика, юриспруденция, международная, да, политика. Если это бизнес-направление, это финансы, экономика, маркетинг, международная торговля, логистика. Если это техническое, научно-инженерное направление, правильное, да, все-таки будет назвать, сюда включено все, что связано там IT, архитектура, инженерные различные специальности, там биохимия, ну, биология, химия, медицина также идет через это направление. Так что из себя представляет предвузовская подготовка? Сразу скажу, что это не только изучение, конечно же, китайского языка, поскольку в дальнейшем наше образование, оно идет на бакалавриате на китайском языке, потому что, ну, любого бытового языка, неважно, да, какой вы учите, там, английский, французский, либо китайский, конечно же, безусловно, недостаточно для того, чтобы потом в дальнейшем учиться на бакалавриате на него. Ведь, по крайней мере, вы отклеваете там, условно, книжку по математике, да, там, или по экономике, по физике, то же самое, да, или каким-то гуманитарным наукам. Там это не бытовая лексика, да, это академический язык, который необходим для того, чтобы читать специализированную литературу, но и, конечно же, безусловно, понимать преподавателей, поскольку, ну, большинство программ, они идут на бакалавриате, идут именно вместе с китайцами, то есть вы садитесь в группы с китайцами, и тут уже преподаватели-то не особо делают разницу между тем, что ты иностранец, либо ты, там, китаец-носитель, как бы, языка. Так как вот этот, как строится дорожная карта студента, да, то есть изначально, на самом деле, подготовительный этап сейчас на данный момент идет в виде онлайн такой минимальной подготовки изучения китайского языка еще до отъезда в Китай, что хотя бы элементарные вещи и понимания, если вы вообще не учили китайский, у вас уже было. Первый семестр, приезжая в Китай, при годичной программе предвузовской подготовки, вы изучаете, конечно же, безусловно, бытовой китайский язык, да, сдаете промежуточный экзамен, сдаете экзамены по итогам первого семестра, а во втором семестре уже добавляется в соответствии с профилем, да, вашим, на котором вы выбрали гуманитарный бизнес или научно-инженерный, это лексика сначала, да, то есть бизнес учит свою экономическую лексику, технарии свое, там, гуманитарий свое, и далее добавляются предметы, то есть если вы поступаете на научно-инженерное направление, вы будете изучать математику и физику на китайском языке, то есть прямо решаем задачки. Если идем на экономическое направление, да, бизнесовое, это математика и экономика на китайском языке, если на гуманитарное направление, да, то там академический китайский язык, китайская культура и литература, да, вот эти, собственно, предметы всегда изучаются на первом курсе бакалавриата. По окончанию года предвузовской подготовки, а это на сегодняшний день 1080 часов, самая большая программа по подготовке иностранных студентов для поступления в топовые китайские университеты. Ребята сдают экзамены по академическому китайскому языку и по тем предметам, которые изучали, и они, собственно, и являются вступительными в рамках университета-консорциума 37 университетов, которые входят в объединение China Campus Network. И эти экзамены влияют на получение грантов, в дальнейшем на обучение, когда вы уже будете зачислены и обучаться на самом бакалавриате. Где проходит сама вот эта предвузовская подготовка, да, программа Foundation? То есть, еще раз, да, повторюсь, что это после 11 класса вы полностью уезжаете в Китай, и первый год у вас идет программа Foundation, и потом уже идут 4 года бакалавриата. В консорциуме 37 университетов, при этом предвузовская подготовка, да, вот программа Foundation, она идет в 6 университетов, из которых вы можете выбрать. Это университеты, где вы можете пройти предвузовскую подготовку, а можете в дальнейшем там же остаться на бакалавриате, но и в дальнейшем уехать уже в какой-то другой университет, поступив на бакалавриат. Если мы будем так вот, вкратце расскажу про университеты, спускаться с севера на юг, да, то есть первый университет – это город Харбин, северная столица, так скажем, Китая, север Китая, близ границ с Россией. Это Хаузианский университет, гуманитарный, он такой многопрофильный университет, но сильная страна у него гуманитарного характера. Здесь у нас как раз-таки любят учиться гуманитарии наши. Следующий университет – это город Циньцинь, крупнейший мегаполис, находится рядом с Пекином. Один из старейших университетов Китая, образован в 1895 году, многопрофильный университет, один из первых университетов, кто стал принимать иностранных студентов в свои двери, то есть у него очень богатый опыт с иностранцами работы, да. Открыты там все три направления предвузовской подготовки, да, очень любят этот университет, у нас ребята поступают туда. Следующие университеты – это три университета, которые находятся в одном городе, это город Сиань, исторический город, бывшая столица Китая, часто известна по Таракотовому войску, да, этот город. Там находятся три наших любимых университета. Это первый топовый университет Китая, Сианьский транспортный, я уже его упоминала, да, Лего Си-9. Следующий университет – Северо-Западный политехнический университет и Сианьский нефтяной университет непосредственно. И шестой университет находится в более южной части Китая. Это рядом с Шанхаем, такой небольшой город, город Джинзянь, университет Дзинсу. Студенты тоже очень любят у нас этот университет, очень радушный персонал, преподавательский состав, да. Город самый небольшой, но при этом у него классная локация. Буквально час езды до Шанхая, до Нанкина, до Ханжоу, ну, по факту это финансовый центр всего Китая. Вот шесть центров предвузовской подготовки, где проходит обучение в первый год иностранные студенты, которые приезжают из разных стран, а у нас вот, например, офис находится в 12 странах, учатся с ребятами из разных-разных стран, знакомятся таким образом, знакомство, конечно, заводят. Вот. Ну, да, у нас есть гости, это наши выпускники из студенты, еще действующие студенты. Я бы хотела дать немножечко им, наверное, слово, чтобы пару слов рассказали о тех университетах предвузовской подготовки, где обучались. Тем более, на самом деле, опыт у этих студентов уникальный, поскольку в той или иной мере, на том или ином этапе своего обучения, их обучение пришлось на пандемию. И на самом деле это было не такое, не только обучение оффлайн, но и обучение онлайн. Хотелось бы слово дать, наверное, Александр Солодовников. Александр, вы еще с нами? Да, я с вами. Да, супер. Ну вот, Александр, да, уже, вы его уже слышали. Александр, расскажите, пожалуйста, о своем опыте обучения. Давайте позднем. Александр у нас поступал в 18-м году, аж в 18-м, да? То есть он прошел год предвуза и 4 года бакалавриата. Он обучался у нас как раз-таки в Сиане, в Северо-Западном политехническом университете. Все верно, Александр? Да, да. Да, то есть вы у нас были, по-моему, вторым, что ли, заездом тогда, если память мне уже не изменяет, студентов. Большой у вас был поток. Пару слов, Александр, расскажите про этот университет, как вы приехали, как вас встретили, как прошел вот этот год. Он полностью у вас проходил в оффлайне, так ведь? Да, да. Расскажите, пожалуйста, буквально пару слов. Да, ну, в целом университет как бы встретил хорошо. То есть сразу всех расселили в общежитие там в тот же день, никаких заминок, ничего не было. Ну, там буквально через два дня началась учеба. То есть помогли сделать всем карточки китайские, симки, банковские карты. То есть все было как бы подготовлено, налажено. Все прошло гладко достаточно в организационном плане. То есть медстраховки там. Все было сделано там первые несколько дней. Да, и потом... Как сама учеба проходила? Насколько интенсивно она вам показалась? Насколько сложно было? Вот все-таки это первый год, адапционный такой год. Да, ну, учеба началась сразу же по полной, скажем так. То есть там с восьми утра и до восьми вечера каждый день. Ну, кроме выходных, естественно. Да, то есть первое время как бы было сложно, потому что, ну, достаточно большая нагрузка. Я поехал вообще без знания китайского. То есть вообще с полного нуля. То есть приходилось заниматься и после восьми вечера, чтобы не отстать. Ну, в целом, по истечении там месяца-двух уже акклиматизировался, там привык к темпу учебы. И, в принципе, все было нормально. Вы у нас ведь на бизнес-направлении, да, обучались? То есть во втором семестре у вас как раз-таки были предметы. Вот у нас часто задают вопрос и пугаются, особенно, да, вот семьи и ребята, которые, как вы, не учили никогда китайский язык и туда едут с нулем. Вообще реально во втором семестре уже там математику, экономику учить на китайском языке. Насколько это вообще реалистично. Вообще вот в моем случае второй семестр был намного легче, чем первый, когда началась математика и вот бизнес, поскольку математика представляла собой, скажем так, школьную программу, там, 10-11 класс в основном. Ну, экономика там тоже частично школьная программа, частично что-то новое. То есть, ну, достаточно понятные вещи были. И русские ребята с этим справлялись налегке, там, у других были проблемы, скажем так, с этим больше. То есть наши ребята больше подготовлены, чем ребята из других стран. Да, 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 были, то есть мексиканцы, у них как бы с математикой особенно были большие проблемы. А, ну да, кстати, ваш поток, я помню, было много мексиканцев. Ребята, я смотрю, сдружились, до сих пор дружат с ними, да, я так понимаю, у вас классная тусовка там образовалась с мексиканцами. Да, да. Очень здорово. Александр, ну, получается, вы закончили предвузовскую подготовку, сдали экзамены, да, вот как раз-таки, да, китайские, математику, экономику, и поступили, расскажите, куда вы поступили, и как прошла у вас учеба на бакалавриате вкратце, ну, и она попала на пандемию. Как ваш урок все это адаптировал, и насколько реально получать было образование в пандемию? Да, ну, я, получается, поступил в девятнадцатом году в Пекин, в университет международного бизнеса и экономики, проучился там очно полгода, первый семестр, и буквально там за два-три дня до пандемии улетел на каникулы, и уже, к сожалению, не вернулся, и началась уже онлайн-учеба, скажем так. Да, ну, в принципе, все было организовано достаточно быстро в плане онлайн-обучения, то есть были созданы приложения, если я не ошибаюсь, там три или четыре, в которых проходило обучение, то есть видеоконференции проходили частенько, в принципе, наверное, ничем не отличается от онлайн-обучения в России, которое было в пандемии. То есть, да, ну и диплом я уже... Единственный, наверное, нюанс, вставать надо было рано, да? Да, вот единственная проблема, да, единственная проблема то, что занятия начинались в три утра по московскому времени, то есть там в пять утра, и когда там первые две пары с трех до семи утра было невозможно учиться, честно говоря. Тяжеловато. Но несмотря на то, что это тот университет, где очень огромное количество иностранных студентов, да, учатся, в принципе. Да, да. Да, в основном иностранные студенты, скажем так. А диплом вы защищали тоже онлайн или возвращались все-таки? Тоже онлайн защищал. Была возможность вернуться, но я не стал возвращаться, поскольку у меня как бы все уже предметы были закрыты, мне оставалось только написать диплом. Ну, как бы посчитали, там достаточно большая стоимость возвращения была, там, примерно 200-300 тысяч чартерными рейсами, ну, посчитали это нецелесообразным, скажем так. Вы тот добросовестный студент, который все заранее закрыл, все свои кредиты, да, все предметы. Да, я почти все закрыл в первые два года еще, и потом третий-четвертый год у меня были вообще. Отлично, супер, хорошо. Спасибо, Александр, что поделились. А вот если в сравнении, вот просто пару слов, вы пожили в одном городе в Сиане и пожили в Пекине, вот как вот для сравнения, может быть, какие-то рекомендации вы дадите для наших ребят, которые собираются поехать учиться в эти города? Ну, по Сианю скажу так, что там, как бы, климат приятнее летом, но есть один очень серьезный нюанс по климату. То есть, ну, зимой город закрыт с трех сторон горами, и если опускается смог, то это, как бы, большая проблема. Так, в принципе, города хорошие. То есть, ну, Пекин, понятно, это столица, там все, как бы, развито, все есть. Да, ну, в Сиане тоже, в принципе, было хорошо. Но вот единственное, как бы, смог, это был такой нюанс. Ну, это, в принципе, присуще Китаю, да, есть такой нюанс. Ну, в Пекине я с этим практически не столкнулся. Вот такой вот сильный смог я не встречал. На самом деле, с каждым годом ситуация в этом плане в Китае улучшается, потому что, собственно, правительство работает над этим, и чаще можно теперь в Китае видеть голубое небо. Да, за три с половиной года, что я был на дистанционке, может быть, ситуация улучшилась. Окей, хорошо. Спасибо большое, Александр, что поделились. Есть у нас еще один наш студент, Петр, я в списках видела, да, его здесь, нет? Да, 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 Петр подключился героически из Китая, подключил Zoom. О, супер! А я тут меня сейчас слышу. Да, супер, Петр, вас видно и слышно. Представлю нашего еще студента, это действующий у нас студент, студент первого курса Харбинского политехнического университета, да, который входит ЛИБУСИ-9, учится на интересной специалисте искусственного интеллекта, так, Петр, правильно говорю? А, да. Петр у нас обучался, получается, на предвузовской подготовке, тоже у него был интересный опыт. Вы у нас обучались тоже в Сиане, но в Сианском транспортном университете, так ведь? Так. Чем примечательен опыт Петра в том, что, опять-таки, пандемия пришлась на его обучение и всю предвузовскую подготовку, да, приходили вы непосредственно в онлайне, так? Ну, в целом можно сказать и так, но на самом деле, когда мы поучились полгода, то в Китай уже можно было заезжать, но была такая ситуация, что у нас начинались экзамены и сказали, кто хочет езжать, и кто хочет не езжать. И в Китай нас поехало буквально несколько человек, собственно, поэтому, находясь уже в Китае, мы также учились дистанционно. Вот, что еще могу сказать на тему обучения, что на самом деле надо с самого начала обучения ничего не откладывать на потом. Вот. После китайского Нового года обучение станет легче, когда у вас начнется математика, потому что изучение математики больше будет заключаться в том, чтобы понять задачи на китайском и запомнить слова. Сама математика, я не знаю, она легче игробаза будет. И также я могу добавить, что не стоит бояться физики, экономики на китайском, потому что на всех экзаменах, я не знаю, как будет у вас, но у нас можно было пользоваться книгами и конспектами. Но это будет касаться... Экзамен с открытыми учебниками называется. Ну, можно и так сказать, но это было именно насчет физики и экономики, а на математике и китайском языке такое нельзя было делать. Петр, а вы приехали на учебу, начали учиться на предвузовской подготовке, также с нуля, или у вас уже был опыт? Ну, у меня было где-то, может, очистки 1-2, что-то около этого. В целом, я думаю, что если с полностью нулевым китайским поступать, то абсолютно спокойно можно все выучить, но если вы будете поступать с каким-то китайским уже, то вам будет значительно легче. Адаптироваться в первую очередь в стране легче, когда ты приезжаешь, хочешь что-то сказать можешь. Я поехал в Китай уже ближе к маю, когда мы закончили китайский, у нас была математика и начало физики. То есть в это время вы уже свободно общались на китайском по факту языке, так ведь? Ну, отчасти можно и так сказать. У нас был конец уже обучения китайскому. Петр, у нас вы получили грант, да, на обучение, и учитесь сейчас в университете по гранту, да? Да. Насколько сложно было бы для вас получить этот грант? Какой у вас, кстати, грант на данный момент? Что покрывает? Название не знаю, но это прото за обучение. Ну, грант на полностью бесплатное обучение получается, да, грант один. Хорошо. Насколько нравится учеба вам сейчас в университете? Тем более, это такой университет, это топовый элитный университет Китая и, признается, во всем мире. Поделитесь, пожалуйста. Ну, в целом, я думаю, что все отлично. В большинстве своем все учителя, они очень классные люди. Много кто из них, на самом деле, знает английский. Если что-то непонятно, можно подойти и узнать. Ну, у вас направление такое, да, неразрывно связано все-таки тоже с английским языком. Все, что связано с IT, искусственный интеллект, там, конечно, английский очень помогает. У нас такая система, что мы записываемся на лекции, на одной лекции, допустим, могут находиться леди с менеджмента, с моего вот искусственного интеллекта, откуда угодно. И, допустим, даже учителя по математике, они могут знать английский, вот. Также, если что, они отвечают и скидывают, что можно глянуть, если ты не понимаешь. Окей, отлично. Спасибо большое, Петр, что смогли подключиться и немного поделиться своим опытом, да. Тем более, у вас такой был опыт начала обучения в онлайне. Вы на это решились, соответственно, всей семьей. Не каждый, кстати, на это решался. Ну, то есть выучить, учиться в онлайне, это тоже реально, и можно достичь результатов. Если даже вот сравнивать, да, вроде и в онлайне выучились, был результат, да, тем более, если уж вы приехали в Китай, и даже если ты приезжаешь с нуля, вот как Александр, то есть реально за год выучить китайский, подготовиться, ну, по минимуму, по своему направлению, да, и потом поступить в университет. То есть это реальная история, что это так. Ну, да. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, Петр. Желаю вам успешной учебы. Так, ну, мы с вами продолжим. Ну, вот как Петр сказал, что он обучается сейчас по гранту. Да, это тот вариант гранта, который можно получить. Какие гранты вообще, в принципе, существуют, которые могут получить иностранные студенты, это грант, скидка на обучение, это минимальный, да, где-то он может быть от 30 до 50 процентов, чаще всего. Это грант полностью бесплатное обучение, да, как вот у Петра. Либо максимальный вид гранта, который может получить иностранный студент, обучаясь в Китае, это обучение проживания и обучение проживания и стипендии. Вот если посмотреть, то по статистике, да, вот за последние там несколько лет мы взяли, 86 процентов наших студентов вышли на разные виды гранта, 72 процента из них получили максимальный грант, это либо просто бесплатное обучение, либо обучение проживания и стипендии, да. То есть получить грант на обучение в Китае, это абсолютно реально. Как сказали ребята, главное не откладывать, делать все домашние задания, все вовремя заниматься, стараться, и тогда у вас все получится, тем более вот они говорят, что второй семестр все-таки легче даже, чем первый с предметами. Вот, и реально получить грант на обучение. Что необходимо для того, чтобы получить тот или иной вид гранта, вот сейчас, да, это, конечно, как я уже сказала, пройти предвузовскую подготовку и дальше быть зачисленным уже на бакалавриат по гранту. Для зачисления сейчас на предвузовскую подготовку, что вам необходимо предоставить, то есть если вы вот в 10-11 классе сейчас учитесь, можете подавать документы, вам необходимо предоставить минимальный набор документов, это оценки, годичные оценки за предыдущий год обучения, то есть если вы в 10 классе, это за 9 класс, если вы уже в 11 классе, за 10 класс. Также это характеристика из школы и написать мотивационное письмо, почему хотел бы все-таки учиться в Китае, себя похвалить, какие есть достижения, на какую специальность хочу поступать в Китае. Вот эти три документа необходимы для того, чтобы начать процедуру зачисления в китайские университеты. Ну, еще раз подчеркну, на самом деле, на получение гранта на сегодняшний день влияют три параметра. Это влияет средний балл по вашему аттестату. Напомню, что ЕГЭ для поступления в зарубежный ВУЗ не имеет значения, но имеет значение аттестат, поэтому у кого особенно есть сейчас время, например, в 10 классе, работайте на аттестат, максимально повышайте свою успеваемость абсолютно по всем предметам, повышая таким образом свой средний балл. Учитесь хорошо, потому что также вот этот аттестат, который вы получаете в 11 классе, он влияет на зачисление на бакалавриат и на получение грантов. Это первый параметр. Второй параметр – это как вы сдали итоговые экзамены на предвузовской подготовке по каждому своему направлению, по китайскому языку и предметной части. И есть еще третий параметр, но где-то он и есть, где-то нет. Это в некоторых университетах есть еще собеседование непосредственно по окончанию предвузовской подготовки, но это собеседование, оно есть не везде. То есть все зависит от того, какие университеты вы в дальнейшем выберете для прохождения предвузовской подготовки, для прохождения бакалавриата. А с ребятами мы выбираем два университета, куда будет идти подача документов на сам бакалавриат. Для более детальной консультации, кому стало интересно, вы можете оставлять заявку. Ну и давайте мы переведем к вашим вопросам. Какие у вас есть интересующие вас вопросы, задавайте, пишите в чате, я с удовольствием отвечу.